Мы перейдем на ножевой раунд сейчас Вот, и посмотрим Здесь ножи Тренаторы спавни решили порезаться здесь, ребята Довольно забавно, на самом деле Бодита Бодита фулл хп есть, но так он победит, наверное, Матирису, на самом деле, здесь И Саламандры будут действительно иметь право выбора стороны Для них, на самом деле, любое Любой вариант Любого плюса Будет, как говорится, в плюс, простите, за каламбур Потому что надо Всеми правдами и неправдами Выигрывать Здесь Обязательно Эту карту Дело в том, что, к сожалению, вариантов по статистике Очень мало выиграть эту карту Ну, то есть добавить мне, на самом деле, нечего Одна карта сыграна, 16-3 Счет проигранный у команды СО 5 карт, напомню, да, говорили уже об этом Но, напомню, 5 карт на 80% побед Это 4 карты, выигранных из 5 Это очень много Это, ну, бесконечно много просто В сравнении с командой Саламандр, конечно же Так что Саламандром Ящерком Удачи Первую пистолетку смотрим уже прямо сейчас Так, боковой Открывают ребята из команды СО Кстати Отдают боковой Саламандры Турзи, правда, на простреле убирает бомбера Что самое забавное То есть Тадо донес бомбу На самом деле бомба выпадает там Бомбы ставятся широко под белый И это означает то, что для террористов Есть все возможности Эту бомбу защитить Потому что На эту бомбу Обязан быть смог Просто так ее не раздефьюзить Ну, в сухую То есть это физически невозможно Как бы, если на тебя Смотрит тест так Оппонентов По флэше По поларке Но совсем чуть-чуть Надо на бомбу обязательно кидать смог Если он есть Смог есть Кинули Теперь надо попробовать дефьюзить Есть, есть дефьюз Но убивай дефьюзера Надо пытаться дефьюзить дальше Потому что времени не хватит Бодита просто умирает от Романа Потому что Ребята из команды Саламандра Хотели перестрелять в вержевой состав Команды СО У них не получилось это сделать Пока что Даже с учетом того Что саламандры Действительно выигрывают Ножевой раунд На атаке Начиная Ребята из команды СО Напомню Атака это вообще-то Сильная сторона Двертига В целом По последнему срезу Это у нас получается Самая Т-ориентированная карта В контрстрайке сейчас 53 с лишним процента В целом по больнице Да, в среднем Выигрывается на Т-сайде 47 соответственно на КТ Вот ИСО Проиграв ножики И начав сейчас на атаке Как будто бы Если честно Выиграли вообще В жизни Знаете Вот рулетку в жизни выиграли Вот серьезно Вот как Не знаю У саламандров Просто наверное Им негде было начинать Кроме КТ Но для СО это плюс А если бы они начинали На КТ В смысле СО И для них это тоже плюс Это их карта Они здесь выиграли 4 из 5 карт последних Так что к сожалению Для ящерок Играть на чужом поле В данном случае Равнозначно Практической смерти Скорее всего От лету 2-0 Но это я забегаю Зильный вперед Пока что Экораунд от Господи Какой Экораунд Это же Форс Боже мой Они настолько быстро Отлетают Что мне показалось Что это Экораунд Сорян Не прав Форс раунд Это команда Саламандр Друзья И на этом Форсе Они отлетели Пока в нули Три человека И четвертый Почти в ноль Это Торзи А я что-то смотрю У них вот настолько Мало всего Что я думал А ну так наверное Экор и на третьем Вернутся Допустим Сдавайся Пускай без Дефискитов И возможно естественно Без ОВП Но хотя бы сдавайся Не-не-не-не Это Форс К нему применимы Все правила Форсов Которые обычно Обычные бывают То есть следующий раунд Для Саламандров Нас ждет Экораунд И унести бы Вот эту скаутку И Эмпи Найн На этот самый Экораунд Чтобы Тень увидел Здесь игрок Арки И вот Не получается второго Но Форь я думаю Докушает прямо сразу После этого Это второй раунд За командой СА Денег нет Будет Эко Не сохранили Ни одного Относительно сильного Девайса По деньгам Могут себе позволить Пет 250 Вижу Дигл Все-таки кто-то приобрел Судя по всему Под один Дигл У всех остальных Будут По два Дигла У троих остальных Будут соответственно Дефолтные пистики Здесь Держим в уме Тройку Для команды СО Возможно С потерями Личного состава Здесь То есть Один-два килла Может быть Ну может быть Опять Стадод Видите Да Очень широко выходит Оказывается На боковом Было аж три чувака Это Нельзя было Скорее всего Просчитать Но в любом случае Грустно то Что Стадода Отъехал Для команды СО С другой стороны Ребята под Б Пытаются прочекать Что там на Б Если На планте Настолько много Да Людей было То есть Это на самом деле Довольно Довольно очевидное решение От команды атаки Если три там Значит где два Значит двое Наверное на Б Соответственно Мы берем Б план Ставим пакет Убиваем всех Те кто приходит Потеряли уже второго В почку Роману Попали еще Третьего бы не потерять Это такой раунд Для сломандров Я бы даже сказал Вообще то получается Даже с учетом того Что они возможно Его все еще проигрывают Вероятно Джаст за Б дефолтом Красным За б дефолтом Красным Забирает Буддитто И хоре падает А Джаста Последним Джаст квадрокилл Роман квадрокилл И Мутирис Еще по-моему Килл там забрал Так 7 на 0 Роман Катает он же Роман А к сожалению 0-3 0-3 Двух игроков Коменды Саламандра Это Кулио И Флэши Вот это в целом Ну Возможно Не особо было проблемой В прошлых раундах Но вот сейчас На 2 снах Это будет важно Если ребята Не будут включаться И будут отлетать Абсолютно так же То Сау Могут на атаке До вертика Выходить Очень сильно вперед Большие сообщения Кстати вижу в чате Мобот там У нас немножко Агрится на большие сообщения Из-за Как бы антиспам фильтра Но Мне видно Если что Я прочитаю Отвечу чуть позже Но лучше Старайтесь сообщения Сокращать Где-то раза в 2 В 3 Помельче Если возможно Прекрасно понимаю Когда хочется Раскрыто писать Но вот у нас Мобот жестковатый Немного на канале По некоторым Из очевидных причин Кулевы забирают арки Еще И стадода Еще Полдосего момента То есть И Кулевы Водиты сделали По своему фрагу От ящерок Уже от команды Саламандр 3 человека Остается у команды Со В итоге Они не сделали Ни рефрага Ни на самом деле Нормально подбили Не подбили Точнее наоборот Команду Защиты То есть В принципе Вообще-то Здесь большие проблемы Для Со И Саламандра Вот сейчас Как раз На первом девайсе В общем-то Могут забрать Но на Аплент Сейчас идет Атака Гранат Нет уже Никаких банков Команда Со Против девайсов Бороться на Апленте Без банок Террористам тяжело Если бомба не поставлена Она не поставлена После бомбы Ладно Еще хотя бы Куда не шло Чисто пулями Пытается прикрыть Своего товарища Игрок из команды Со Пакет получает оставить Но теперь Ретейк в 5 Длится от команды Саламандра Ретейк очень сложный Для атаки Слишком много Живых сил Противников Выходит на двоих Погибает моментально Будет раунд за командой Саламандра Троех забрали Да Это неплохо Бомбы поставили Кстати для себя Это в любом случае Неплохо Дополнительные финансы будут А деньги у них и так есть Так что Соб будут закупаться Двайсами В следующем раунде Но легче от этого Не становится То есть раунд проиграли Раунд проиграли Здесь ребята Из команды Португалии Это у нас команда Со Как раз Да закупились 5 плаши есть Гранаты есть Мастер эрмор есть То есть вообще По факту на самом деле Все есть Авапа от Торзи Немножко получила По хп Но пока что Остается в живых Вот это нормально Бплент арки открывает Кстати говоря Под флешкой Торзи Как бы кулио падает Кажется что вообще Без флешки Тиммейта Но в любом случае Тилфит нам это показывает Что вот какой-то Как это Ежи даже не секундно А прямо вот В миллисекунду Все таки флешка Как-то своего походу задела Арки Материс открывает Бплент Материс Да открывает Бплент Практически в соло Здесь даже Ну ладно Вместе с Арки На самом деле Не в соло И Б перемичка Заканчивает С Б Верхним медом Вообще-то Однако здравствуйте Вот это вот раунд От команды СО И теперь нет денег От команды Саламандр И СО действительно Двайс не отдали Первый на второй Уже подряд не отдают Так Смотрим далее Чисто пистолеты Четыре голых человека Один одеты Это кори Гранат Гранат нету Дофюскитов нету Ничего нету То есть либо позиционно Выигрывать какие-то Перестрелки здесь Поджим бокового втроем Опять вижу Стадода уже в курсе Походу о том Что может быть поджим Бокового втроем Да-да-да Он уже туда не идет Человек уже научен Вот Стадода Буквально один раунд Необходимо научиться Человеку Он полностью понимает Что происходит И сейчас выходило Из бокового Как минимум два человека И он такой Ага Я был прав в итоге То есть то что не пошел Флэшик кушает гранату Почкой здесь Так как армора нет То Фулл урон проходит И от калаша Кстати говоря Видели да На фулл урон Одна пулька Что-то на 40 хп Что-то такое Там на 37 хп То есть прям жирно Очень флэш погибает Естественно Батит погиб Кулио очень сильно битый Одного мутириса Потеряли Неприятно СО пока еще не поставили бомбу Поэтому до сих пор неприятно На плен дальше пытаются двигаться Потеряли и стадода еще Хороший килл от Кулева С Романом он не справляется Можно поймать Романа Здесь на переподнятии девайса Поднимают Торзик Ройдет калаш Ситуация становится реально критическая На самом деле Для команды атаки Атакующая справляется С одним оппонентом И при красном дэнге Находится второй оппонент Простреливают насквозь Красный буст сверху И попадают по коре Практически его убивая Коре будут пушить Скорее всего до конца Коре забирает одного И возможно Кстати говоря Забрал бы и второго Здесь для команды СО Во-первых Тим Эйс Каждый сделал по киллу Во-вторых Естественно Как вы понимаете Забор раунда Пятого Для атаки Но Вообще-то Довольно большой ценой Типа от пистолетов Простите конечно Но чуть не отлетели здесь С Тадода Тяжело немножко играется На Двертига Пока что 1 на 4 человек идет Роману Довольно приятно 9 на 2 При этом на боковом Его например поймали Здесь да Получается То есть этот Эта смерть Его Ее даже могло бы Она могла бы и не быть Может быть он бы на форкстатил Еще бы и побольше То есть это у нас Хедлайнер Команда СО Получается Португальцев Техническая пауза Один из игроков Саламандров Вылетает Предположу что Венгерский интернет Но посмотрю Конкретно КС упал В смысле Сломался Вылетел Клиент Получается Нет это не интернет Это контрстрайк То есть что-то там Критическая ошибка Какая-то Отлетела Игрок как зайдет Я думаю Сразу же Так что Будет все хорошо Пока пауза Давайте я вам Друзья Коэффициента Покажу От наших Олег Коспориматч 4.70 На Саламандр На вторую карту 1.17 На команду Здесь Здесь явно Видны фавориты В данном противостоянии Здесь явно Видны фавориты В данном противостоянии И пока Коэффициенты С коэффициентами От париматч Не буду спорить То есть у меня нету Контраргументов На самом деле Будет получаться Следующие Клинфида 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 Не подвис Ножки двигаются Видите Да Я вижу то Что это будет Ремейк раунда Потому что Это не только Готи Подвис А скорее всего У игроков Подвисла Тоже игра Слышите Да Сообщение В чате Прыгают То есть нам Сообщения Сами не видны Но я слышу Что прыгают Здесь будет Ремейк Сервер Пролагал Судя по всему В таком случае Ждем ремейк раунда Пойду В чате Посмотрю Что да как Как тебе То что Нави Отлетели 2.0 Атенс Ну человек Не написал Что атенс Но я в курсе Что атенс Кстати неожиданно Честно признаюсь То есть Давайте я по поводу Нави Объясню В целом Свою позицию Такую Глобального плана Я как-то До 20-го года В конце 19-го Или даже Начале 20-го По-моему После нового года Давал интервью Одному подкасту Довольно длительное И я там говорил Что Нету с Винсером В целом Я говорил так Типа Просядут В рейтинге Хел ТВ Мне тогда Так казалось По их результатам Я предположил Что в 20-м году Результатов Особо не будет То есть Будут какие-то Чтобы там Подзадержаться Немножко Но в целом Будут все ниже и ниже Вышло ровно наоборот Они взяли И топовые места Ну вы поняли Да И топовые места И первое место На буквально Хоть немножко Но все равно И так далее И так далее И так далее И так далее Вот И сейчас В целом В среднем По больнице Как говорится Да Показывают Не такие плохие результаты Но иногда Все-таки Отлетают Вот так Как Вот сейчас От Энс Или от Кстати От других Каких-то команд Причем Ассоль На разных Команд Просто берут И просто В хлам Отлетают В сериях Бестов 3 2.0 Смотришь Смотришь Потом На эти 2.0 И ты Такой В смысле А как В смысле А как Вы отлетели А как Так получилось А вы Сильнее Чем Эта Команда Ну Как бы На 2 Головы Допустим Так Если Посмотреть А вы Сильнее Чем Эта Команда На 1 Голову Там И так Далее Так Что Не Предполагал Что От Энса Они могли бы Отлететь Честно Признаюсь Но У Нави Почему-то В 20 Году Так Бывает Но При этом Кстати Говоря Они в целом Держатся Достаточно Высоко Ой Сервером Вообще Большая Проблема Я смотрю Опять Будет Ремейк Походу Да Оооо Кори погиб Но Все равно Будет Ремейк Потому что Пролагало До убийства Если я правильно Понимаю Я надеюсь Команды Сейчас договорятся Договорятся О том Что Это убийство Не засчитают И будет ремейк Потому что И правда Не особо честно Вы Сами кстати Видите эти лаги То есть Сервер К сожалению Что-то прям Когда игроки Причем начинают То есть Он прям Начинает задыхаться Это Это грустно Это мы Может быть Уйдем с вами На паузу Либо я на камеры Ну на камеру В данном случае Перейду Потому что Громов Меня по некоторым Неотложным причинам Спешно покинул Кстати Попозже Возможно Вернется Если мы К третьей карте Перейдем Если Сламандр Доквертик Выиграет Например Ну К вопросу Выиграет или нет Тут еще Третий вопрос Вот Мы пока ждем Сервер Походу Буду чинить Кстати Вопрос Чинит ли То есть Когда сервер Лагает Конкретно Вот эта инстанция Сервера Если Если проще Говорить Мы можем Еще дойти До того Что На Сохраненном Счете Будут вообще Мейкать Другой сервер Черт возьми Со всей Экономикой С бэкапом Это тогда Совсем страшно Будет Пока вроде Чуть фу Как говорится Запустили Продолжим по игре Вижу вопросы Некоторые в чате Продолжим по игре Пока что На вопросы Буду отвечать По ходу дела Андерпассы Аплэнта От команды Атаки Заняты Хаешка Туда полетит От бодита Вторая хаешка Туда летит Из того что я видел Если это была хаешка Вторая Первая точно хаешка Вторая не понял Хаешка или нет Эти хаешки Не делают ничего Команде атаки Они спрятались за ящиком Судя по всему И ящик их возможно И спас как раз Некоторое количество Гранат у команды Саламандр есть На защиту Включаемую Молики Это очень важно Важно иметь Маки и Молики КТ стороне Навертика Есть Тавапа У Торзи Аук есть у Флэши В целом Скопнутые девайсы В принципе имеются И Тут в почку Бодита Вру кстати Не в почку Вообще-то это был жбан В голову Через стенку Получает Бодита Но так как Через стенку То не погибает Кури на Бэмиду Перестреливает сверху Бэмиду Перестреливает Матириса В меньшинстве Команда атаки Здесь Вижу Жмут Б-спираль Атакующие Кулио Находится на Бэ К нему приходит Кури Очень сильно бит И Кури отлетает Моментально Но Кулио работает И Кулио здесь Живой весь вообще Но каски нет Жбан получает Естественно Скалаша Это и так-то Моментальная смерть Как бы С каской Бескаской Не ладит Стадода Из-за прыжка Скорее всего Не перестреливает Бодита На Бэмиду Сверху Джаст и Роуман Остаются вдвоем Он же Роман Гранат Уже у атаки Нет У защиты Смог и флеш Флешку берет В руки Торзи Кидается флешка Она не слепит Романа В принципе Роман Видит кусок оппонента Палец Где он находится Забирает одного И кстати Грустная проблема В том Для игрока Команды Саламандр То что Роман знает Где был оппонент И очень сильно Флеш и шумит Очень сильно Флеш и шумит Роман Перепрыгивает Обманывает оппонента Как будто он Слева будет заходить А на самом деле Он будет заходить С правой стороны Простреливает ровно По вектору Как бы Сидения человека Прямо Через смог Прямо на бомбу Очень понравились Мува от Романа Сейчас Нам показали После мува В общем Он как бы Прыгнул Типа топнул В левую сторону Что типа Оп я тебя За ящиком буду обходить А на самом деле Нет Это прикольно Это немножко путают Оппонента Или даже иногда Множко путают Оппонента То есть Оппонент может подумать Что А реально Он будет за ящиком Меня обходить Или он меня обманул Или он меня обманул Обманув Обманув Ну понимаете Да Так что Роман Здесь себе сделал Несколько возможностей Открыл моментально Для действия оппонента Справился в итоге Следующий раунд Посмотрим на десека Вы видите То что уже Полкоманды Саламады В принципе погибло Один из них Очень сильно битый Из живых Потеряли стадода У стадода Не получается Вертика играть На атаке Пока что Ну то есть Мы видим 1-6 Мы видим по результатам Позиционная война У стадода Сильно хромает Он быстро учится Когда отлетает На боковом Например Ему хватило Одного раунда Чтобы понять Это очень хорошее Качество для игрока Но Конкретно именно сейчас Вот в данный час Времени В данное число 28 мая 20-го года Ему тяжело Почему-то На вертике Играть на атаке Хотя его команда Эту карту Играет хорошо То ли устал То ли просто Как говорится Не заезжает сейчас Ну тупо не заезжает Но Слава богу Игра командная Поэтому его команда Его походу Так и будет Доприкрывать До упора Пока он не разогреется До конца Больше таких игроков Нет здесь То есть Тадода 1 на 6 играет Даже флэшит 2 на 7 Проигрывающей стороны Команды Саламанды Так что Тут такое В этом плане Команда СО Прикрывает По факту Своего товарища Вне зависимости От того Как он Ну Судя по всему Да Как он Играет Дальше Смотрим Торзи делает Хотя бы Опен Для команды Саламандр В раунде Номер 9 8 раундов Позади То есть Мы прошли Простите за Каламбур Первую половину Первой половины Результатов От Саламандров Особо нет Б-спираль Пройдена Как минимум Одним игроком Этот один игрок Забегает Тупо Вообще В мужика На б-планте И Всовывает Свинет Скорее здесь Скорее погибает Моимитально Да Размен есть От команды Саламандр Да Они кстати Даже в большинстве Но б-спираль Будет сжаться дальше Меня интересуют Гранаты От команды защиты Потому что У них есть ХЕ Погибает Человек с ХЕ Кстати говоря Погибает Кулеву еще Ну уже ладно Было ХЕ Теперь оно где-то В полу валяется Флешки Есть Смог Есть Но к сожалению Эти гранаты Возможно Не помогут Ребятам Из команды Саламандр И не обладая позициями Если честно Боюсь То что они Примут решение Сэйвить здесь Денег нет Первый погибает Второго За генераторами Не ожидали Но у Бодита Возможно Нет физически Времени Что-либо делать Он видит Авапа По-моему Авапа лежит Меж ящиками Бодита Забирает Еще Понятно Времени нет А Есть дофискиты Кстати А у нас Сервер завис А у нас Сервер завис И сервер Отвис И Скорее всего Игроки Тоже почувствовали Вероятно И скорее всего Из-за этого Матирис Не смог сработать По оппоненту Кстати говоря Сервер Опять я вижу Лагает И Матирис Убил оппонента После Дефьюза бомбы Кстати Скорее всего Вы понимаете Да по какой причине Наверное Больше по банальной Причине того То что Когда ты Дефьюз бомбу Если что-то зависло У тебя просто Кнопка одна Работала Ну то есть Понимаете Да Как бы Когда Что-то лагает Если ты кнопку Не отжал То она Она все равно Продолжает работать В целом Если сервер сам Не умер вообще В этот момент Но когда тебе нужно Нажимать много Кнопочек И куда-то бежать И как бы Тыкать Куда-то попадать Вот это Другой разговор Это уже много Кнопок А не одна На каждую кнопку Скорее всего Идет какая-то Своя задержка Понимаете Да Или некоторые Кнопки идут Вперед паровоза Типа А некоторые Без задержки Проходят вдруг А некоторые Задержки Ну то есть Таковы лаги сервера Это всегда неприятно И непредсказуемо Для поведения В игре Поэтому Саламандры Второй раунд Все-таки берут Я Не совсем Конкретно Мне лично Нравится Результат Этого раунда Потому что Только что Описал Почему Мне бы показалось Что вообще Тут может быть Вообще Другой исход На самом деле И казалось бы Соу могут взять Восьмерку здесь Но В жизни Как говорится Все случается Видимо пока что так Видимо пока что так Какая-то Небольшая техническая Пауза Все-таки будет Возможно Лаги переждут И так далее И так далее Так Я обращусь К чату Потому что По игре Все рассказал И собственно Идеи по игре Кончились А перемалывать Одно и то же Через одно и то же Из пустого В порожнее Не хочется Так По поводу Нави Пишут Вот например Флейме Пора на выход Пишут Может быть Да Может быть Нет Сложный вопрос Сложный вопрос В целом Мне просто кажется Пишет человек Что они гораздо лучше Играют на лане Офлайн А не в онлайне Дело вообще Даже не только в нави Очень многих команд Задело Задело переход В чистый онлайн Они прямо Расклеились Они не знают Как себя занять Что нужно делать Чтобы быть эффективными В данных условиях Это задело Команду Маус Спортс К примеру Маус Спортс Скатились на дно То есть Тупо прямо на дно И даже ниже Дна Я вот так и скажу В официальной трансляции Я так и скажу Потому что это правда Ниже дна Прямо вот илистое дно Вот черный ил Такой Прямо туда Вот так вот Зарылись Вы знаете Вот если у кого Дачки есть Там Ну в смысле дача Ты приезжаешь А там Вот какой-нибудь Такой знаете Местное болото Или водоемщик И вот Вот ил там Да В этом водоеме И вот Типа на сантиметров Тридцать туда Ногой ты Если наступаешь Вообще неприятно Отмывать потом тяжело Вот такая история Для команды Маус Спортс Например То есть Мауза в онлайне Проигрывает вообще всем Вижу их твиттеры Чуваки просто Супер расстроенные И как бы не могут понять Что происходит Например Не могут понять Как это решить А на самом деле Их очень сильно задел Вот это вот Карантинные меры И по факту Выход в онлайн То есть У них нету Вот в голове И в принципе Вот как Человеческая личность К сожалению Видимо У них не развита Вот эта вот история Вне зависимости От состояния окружения Держать себя В руках В том перформансе Который У тебя Может быть В том деле Которым ты занимаешься На примере просто Вот раз я Эту мысль продолжил Расскажу Про себя Помимо Например работы У меня есть Некоторые вещи Хобби допустим Которыми я занимаюсь Я заметил То что Например Помимо работы Мои хобби Очень Мои хобби Очень сильно задела Вот Вот эта вот Самоизоляционная тема То есть Я в целом Стал тратить Больше сил На то Чтобы перформить Так же Как и раньше Ну грубо говоря Перформить так же Как и раньше То есть Мне нужно потратить Больше сил Чтобы выйти На тот же уровень Когда Я был Как бы В балансе Понимаете То есть Восстановить силы Нервы Там что нибудь Еще погуляв Там На солнышке Погреться Пообщаться С людьми На улице Понимаете Да Там Сходить Пофотографировать Там Вот это все Такая же история Произошла с командой И Мауспорт Я абсолютно верю Что и командой Нави Я уверен Что это реально Давит на мозги Поэтому перформанс Сильно просел Но Нави Хотя бы Кого-то выигрывает Моуза Например Моуза В пример Не выигрывают В последнее время Вообще никого Практически Так Значит Возвращаемся К игре Пока что С сервером К сожалению Некоторая проблема Будем пытаться Это восстанавливать В смысле Организаторы Будут пытаться Это восстанавливать Так как я в одной лодке С ними Понимаете Да Я комментирую Это на русском языке Сейчас для вас Естественно Я даже говорю Как бы За Организаторы В том числе То есть мне По-человечески Сейчас Как бы Неприятно Потому что Сейчас Чувакам надо решать Эти проблемы Будет Которые очень Неприятные В итоге Так что Будем Будем ждать Так По поводу Громова Неотложные дела У Громова Случились резко Быстро Он меня покинул На некоторое количество Времени Откат Вопрос Надеюсь Кстати Не откат То есть Не полный откат Потому что Это было бы Просто некрасиво То есть Мы на счете 2-7 закончили Я напомню При этом Вот этот вот Второй раунд За саламандрами Для меня был Немножко Из-за лагов На мой взгляд Чем из-за чего-то еще Ну ладно Запомните Что пока 2-7 Раунд Будет Зачитан Ну Повторюсь Вот вроде 2-7 Второй раунд Это как раз Тот самый И был То есть Вроде Он конкретно Зачитан Этот раунд Дальше По вопросам Сейчас Пропустил Что-то пропустил Видел Хочу все По очереди Чтобы Никого Наверное Не пропустить Так В общем По карантинным Вот этим всем штукам Которые задели По факту Просто всех людей По разному Кого сильнее Кого слабее Кого особо не задели Кто смог Адаптироваться Как можно Быстрее Да Здесь ответил Дальше Как тебе игра Джампи Очень рад За этого парня Из СВП Против Нави Сделал сегодня Джампи Из тех вещей Когда я его видел Мне реально нравилось Но Громов говорил о том Что у него вакбан На прошлом аккаунте И на мажорах Он по-моему Играть не может А Громову я верю Сам кстати не помню То есть я честно Просто признаюсь Сам не помню Но скорее всего Громов естественно Говорит правду В данном случае Если Джампи На мажорах Играть не может То на самом деле Интересно выбрали Команды То есть если не он Тогда еще игрока Там шестого типа Седьмого брать Как там Астралис это делает И так далее И так далее Сложного В общем Сложно Что думаешь Насчет Команды Ликвид Кстати Ликвид 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 Скоро кстати Матч вроде как Продолжится Как говорится Я немножко Старобряческий дед Мне 30 лет Поэтому через левое плечо Все таки По это самое Потяпкал На всякий случай Чтобы ничего не зависло Хотя вроде Не это самое Не особо верю В приметы И так далее Ликвидов Очень сильно задело Да 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 Вот хороший пример Очень сильно задела Вот эта карантинная тема Помните да Отлет ликвидов В NA регионах По моему Road to Rio Да если я правильно помню NA Вот напомните От кого они отлетали Вот От всех же подряд Вот реально да От Господи дай бог памяти То ли от Команда Chaos Они отлетели Не от Chaos по моему От какой-то вот Не очень сильного состава Ой я не помню Вот я не помню Слишком много матчей было Конкретно в нашей линейке Home Sweet Home И Blast Rising И там Elyza Invitational Вот это мы все комментили Все смешалось у меня В памяти Вот от кого-то Liquid 2.0 отлетели Причем это был Это была прям сенсация Прям фурора в то время Тогда еще Это две недели назад По-моему было Я тоже посмотрел На счет у меня Глаза по 5 рублей Просто типа В смысле В смысле Как вы так отлетаете От команды От которой вы Вообще не должны Типа никогда в жизни Если только вы там Заснете просто Вот на планете Вот сядете просто И вот эта вот история Да Вот Liquid'ов очень задела Да вот эта вот Онлайновая Карантинная действительность То есть их перформанс Просел очень сильно И Нестабильно там В некотором большинстве Случаев например Таких много команд Тут Как бы вопрос Он пишет ребята От Gen.G Да От Gen.G Наверное Кстати Generation.G Которые Отлетели Да-да-да-да Вот этот матч конкретно По поводу Фурии Не помню Может и от Фурии Отлетали тоже Кстати по-моему Даже и смотрел Один из этих матчей Что ли Фурии там играл Инферно там была Карта Не помню Опять же Все смешалось В памяти Очень много матчей В последнее время Очень много Эа И Атенуи 2-0 Отлетали Да-да-да Кстати Был такой Звук не пропал У нас просто Техническая пауза Все в порядке Все в порядке Матч должен Скоро продолжаться Вот вроде как Прямо сейчас Вот вроде как Мы продолжим У какой из командной палатки Вот в данном случае Ни у какой Это Проблемы с серверами сейчас были. Сервер дичайший, просто адово лагал. Это отражалось на игроках и на том GoTV, которое я получаю с клинфид, и сейчас вот вы смотрите этот визуальный поток. То есть и нам было заметно. Сам клинфид работал, а GoTV лагал. Сервер в смысле, не GoTV, сервер сам играл. Продолжаем. Много слов сказал, много лирики, но была техпауза, поэтому заполнил паузу. Реально хочется покомментировать игру. Продолжаем дальше. Давайте, поехали. Торзи. ПХП немножко получил. АВП у него есть в руках. Фамасик у Флэши. Тремки четвертых у команды Саламада в том числе. Лифюз Киты есть у Флэши. Вот этот раунд, который проиграли СО, прошлый, еще раз повторюсь, я бы посчитал очень спорным. Но сделаем так, как будто бы он и правда есть. То есть вот действительно 2-7, все так и продолжается с администрацией. Я не буду спорить, все в порядке. Торзи сбрил здесь Джаста в меньшинстве команды СО. Кстати, по СО бы это не ударило тоже. Потому что это, наверное, для них реально бедный раунд был. Матери СО практически взял, по факту. Флэши. Чуть-чуть получил по ХП, но так как здесь железяка, а не деревяха, получил не сильно. Вот эта железяка от разработчиков карты, на самом деле, очень в кассу. То есть простреливать можно? Можно. Но при этом ты не отлетаешь моментально, уже не отлетаешь моментально. Уже совсем как бы другая история, понимаете. Бодита. Пол ХП потерял, подгорел. На плент ребята из команды СО хотели бы зайти, но дело в том, что даже сзади уже двойку поджимает. Дело в том, что СО здесь могут отлететь. Первый отлетает, второй не отлетает. Тут уже рампу принимают, но все еще есть два человека у команды защиты. Впрочем, как и у команды атаки, на бомбу поставлен. Боковой стадода. У стадода не получалось, я тебе напомню. Отлетает что арки, что стадода, собственно. Если арки отлетел от снайпера, это ладно, а у стадода так и не получается стрелять. А теперь его команда уже проигрывает раунды. Два восемь. Стадода играет. Пока хуже фрагстатера на карте нету. То есть человеку реально почему-то, почему-то стало тяжело. Почему-то стало тяжело. Ну, поздравляю с ламандров. Какой-то минимум раундов на КТ-стороне им в любом случае надо забирать. Кстати, кефы я бы вам показал на самом деле. Давайте, оп, жмакну. Один двадцать два на СО, четыре единицы команда Саламандра от наших коллег из Паримач. То есть кефы для Саламандров немножко подуспокоились. Они пошли вниз. Я все равно считаю четверку там относительно мертвым коэффициентом в целом, но это явно лучше, чем семерка там какая-нибудь или еще хуже. Последние деньги бай от команды СО, и при этом два чувака уже отлетели тупо. Около аплента, около рампы. Это означает, что на всех остальных ложится ответственность моментальная по удалению, как бы, двух-трех оппонентов сразу сходу с карты. То есть видите, да, у Мутириса получилось одного сбрыть, и при этом он потерял почти все свое хп. Вот если Б-спираль Б-плент откроет, разве что? Может быть. Может быть, я не знаю. Джаст под А-плентом, чувак под Б-плентом есть. То есть СО распределились по карте, пытаясь понять, куда лучше пойти. Но Бодита поймает бомбера на перетягивании. И арки, пытавшись открыть Б, погибает на этом самом Б. Джаст остается последней. Бомба под контролем террористов, говорю, контртеррористов. Третий раунд от команды Сламандр прямо вот перед нами практически. И четвертый раунд, собственно, от команды Сламандр на самом деле прямо перед нами, но чуть позже. Попадает по Бодита. Этого мало. Этого настолько мало, насколько просто возможно. Джаст берет пакет, идет на кто-то есть. А Джаст еще и не спешит идти, кстати, быстро. То есть на уже кто-то есть. То есть он не то, что совсем успел, тоже тут. Открывает боковой Джаст. Выходит с бокового. Оп! Забирает оппонента. Забавно. Видел, по-моему, буст. Нет, нет, буст красный я не видел. Аторзи отлетает. Снайпер делает свою работу. 4-7. Не будет денег у команды СО. Держим уме 5-7. Будут возвращаться ребята из команды Сламандр, где следи по всему. Человек спрашивает в чате пропал звук и еще у него зависла картинка. Друзья, расскажите, пожалуйста, человеку в чате у вас тоже пропал звук и зависла картинка или нет. Потому что у меня поток отдается на сервер Твича. Соответственно, вы видите и слышите все, что здесь происходит. в теории. Так что напишите на всякий случай человеку в чате, что либо это только у него, либо это реально у всех. И я сейчас разговариваю в пустоту. Ну и визуальный фитвит уже не видите, например. Джаст и 100 додов вдвоем остаются. Так и держим в уме все-таки пятерку. Но дело в том, что украденная эмка стекнайна на самом деле позволяет ну, типа вскрыть еще лица. Два, допустим, каких-нибудь при прочих равных. Но это очень сложно будет сделать. Хотя молек ХАЕ есть, кстати. Не, кстати, погодите, а молек есть? Не, нормально, нормально. У ребят еще такие гранаты интересные. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут Б-плайн прям подоткрыть можно. Причем прям так плотно подоткрыть. Корень не прочекает, наверное, да, здесь произбирает одного. Да, и второй сразу падает с 100 додом. Так у 100 додом не получается стрелять. Видимо, к сожалению, когда он остается в каких-то клачевых ситуациях, заранее будем думать, ну, в смысле, я буду думать о том, что человек больше будет справляться, чем не справляться. Судя по перформансу. Это не к тому, что я злой какой-то, а просто, ну, так получается пока что. То есть, если команда его выживает, тогда он вместе с командой, в принципе, ну, где-то тут там тусуется, да, так сказать. Но если вот какая-то клачевая ситуация, и он один из игроков, который остается, тогда это не проблема. На смене анимации. Ловит Мутириса. Очень хорошо Кори поджал. Очень опасно было так делать, но в любом случае он свой фраг сделал, и риск-риск результат есть. Держим у меня шестерку потенциально для команды сломандер на слабой половине для вертика, а тут в КТ-стороне. Шестерка — это приятно. Дает шанс побороться на второй половине. Но, опять же, СО, в принципе, и первую бы половину им бы закрыть, они... у них пока не получается, как видите. Арки. Пока что СВП. Думаю, будет умирать здесь. Убил все-таки через стенку оппонента. И сзади глаз, судя по всему, получилось просто лить. Но, оставаясь, опять же, один выходит из патента слишком широко. Отлетает здесь. 14-й раунд мы будем смотреть прямо сейчас. Кэфы, если есть, то, конечно, есть. Я покажу. На Саламандров уже прямо приятные 2.62. Это не мертвый коэффициент, а очень даже рабочий. 1.45 на СОП, впрочем, все равно. То есть фавориты, есть фавориты. Понимаете, да? На фаворитов пока плюс-минус вот такой, какой есть. При этом на Саламандров очень сильно опускается из-за их камбэка. А здесь наши коллеги из париматча. Вообще-то португальцев не перестают верить. Просто видят то, что что-то вот под окончание первой половины как-то техническая пауза по португальцам, походу, очень дала в лицо. К сожалению, да? Для них. Наверное, они очень настроились. Возможно, из-за второго раунда в том числе расстроились. Но придется отпускать эту ситуацию из головы. Как бы ее выкидывать и продолжать играть дальше. Потому что иначе можно отпустить аж целую карту из-за этих расстройств непонятных. Которые... Вот эти эмоции как бы не нужны сейчас. Арки забывает кули. Укори отвечает по арке. 4 на 4 пока что боевая ситуация. Мутирис. Очень сильно рисковал. Отлетел от флэша. Флэша потерял только полхп. Не получается по стальбе УСО. Чисто механически уже начинаются проблемы. Не просто они там что-то расстроились, а уже люди перестают стрелять вообще. Это вот теперь реальная проблема для португальцев. И перед последним раундом бы, даже если этот выиграет, поставить бы паузу. Просто выдохнуть, просто успокоиться. Потому что я вижу, что это все идет в тартарары пока что. И является для португальцев на самом деле реально большой проблемой. То есть бомбу-то вроде ставят. В боковой может быть еще игрок живой вернется. Роман, да, вроде возвращается. 4 человека у команды Саламандр будут дальше пытаться работать по ретейку Аплента и раздефьюзу бомбы. Смог есть? Не вижу. Нету гранаты. Плохо. Но Ацемент падает. Боковой падает. С тадо до последней. Напомню, у него не получалось стрелять. Он забирает только одного. Отлетает от второго. Это раунд за командой Саламандр. То есть надо дабыло это держать в голове. Типа вот он вылетает на всех. Может быть кого-то бы забрал и забрал. Но отлетает от остальных потому что у него с механикой игры были проблемы еще до вот этих проблем команды СОПа счета. Они пока забирают на атаке очень малое количество раундов для карты Двертика. 7 раундов это недостаточно. Скорее всего и им тоже это будет недостаточно. Видю, кстати, картинка есть, звук есть. Спасибо. Ну, я вижу то, что так и должно быть на всех случаях. Мало ли, мало ли, какие баги включаются либо на стримерской программе, через которую, например, я отдаю поток, либо, ну, где-либо еще. То есть сложно предположить было. Спасибо, что проверили, как у вас конечный сигнал работает. Турзи. Видел оппонента на андерпассах около ящика. Не попадает. Байран, кстати, от СОО, то есть под последний раунд все-таки калаши-то есть, но восьмерку надо брать. Кстати, именно португальцам. Они на сильной половине. Видел вопрос в чате, какая половина сильная. Т-сайт. 53%, 47 за КТ. То есть это прямо очень-очень серьезный прирост. Что-то типа Данюкада Трейна. Только под Т-сторону карта. Понимаете, да? То есть настолько вот Т-ориентированная карта. Dust, если что, занимает второе место по Т-ориентированным картам. Больше таких нет. То есть в игре у нас сейчас две КТ-ориентированные карты, это Нюк Трейн, и две Т-ориентированные карты, это Dust и Двертика. Остальные поровнее. Плюс-минус. Четыре человека остаются командой Саламандр. Бодита потеряли. Большинство команды СО на Аплайн хотели бы выходить. Потеряли на АБ Миду, Мутири, СА. Ну и четыре человека на Аплайн здесь будут выходить. То есть Мутири, в принципе, на АБ больше шумел, чем что-то еще. Вижу подвис сервера. Дичайшие игроки это тоже почувствовали, скорее всего. Это больше плохо для команды Саламандр. Сервер просто погибает. Это я уже вижу. Отвисло. Представьте себе, да, насколько Саламандр тяжело сейчас работать. Роман пока что за АДФОЛТом, но придется доигрывать этот раунд. Скорее всего, Роман погибает от флэши. СТОБУ будет ли работать? У СТОБУ будет работать по второму. Вопросы по поводу третьего. Собрали синейку. СТОБУ почти похоронил всех на самом деле. Есть варианты, что Арки может отлететь здесь. Нет, Арки все-таки не отлетает. СО берут этот раунд, но я уверен, игроки это почувствовали. Скорее всего, сейчас будет еще техническая пауза. Я прям полностью предполагаю, что так должно быть. Восьмой раунд забрали СО. Выглядит, кстати, как какая-то кармическая справедливость в каком-то смысле. То есть, один раунд с лагами под бомбу забрали Саламандры, второй. И здесь забрали последней команды СО. Под бомбу. Уже на своей половине на Тэшной. По факту, с лагами под бомбу, да. Очень плохо то, что лагает. Очень плохо. То есть, это игрокам очень тяжело. Как бы все тайминги, которые у тебя в голове вбиты, они полностью нарушаются, потому что, ну, получается, сервер как бы не вывозит это в реал тайме обрабатывать. По непонятной причине, но это очень грустно. Да, техническая пауза, естественно, очевидная здесь. Лады. Лады. Будем ждать. Половина в целом пока ровная. Может быть, у Саламандров на атаке на самом деле будет какой-то шанс. Тут в целом больше сложный вопрос, чем легкий. Пистолетку сразу же продолжаем. Все-таки без задержек. Ладно, хорошо. Бедные серверы, пожалуйста, живи. Тебе еще жить ровно одну половину. Проживи ровно одну половину. Как говорится, родной. Надо, надо. Все устали, но надо. Роман. Вместе с ребятами из команды СОП. Пока на защите. Боковые пытаются закрывать. Слышат то, что под аромпой до черта просто летит там столько стуков ножек. Что, скорее всего, они понимают, что здесь будет основная атака, вероятно, от команды атаки. Флэши закрывает мутирисы. Не получается. Бомба под белой ставится. Торзи забирает стадода здесь. Как и не получается у стадода стрелять. Вообще, что-то на карте Двертига. Арки получается только умирать. Джаст последний. Джаст хороший стрелок. Я бы ожидал от него 2 кила и отлет. Только 1 килл. Только 1 килл и отлет. Саламандра забирают пистики на второй половине. Для них это прекраснейший буст. Просто замечательнейший буст, на самом деле. Для продолжения собственно, каталова команды СОП. Внезапно, кстати, на Двертига. Не знаю, сложно. По какой-то причине да, вот это вот то, что видите на экранах сейчас по португальцам проходится очень сильно. То есть им, видимо, лаги сервера физически очень тяжело воспринимать. И я вижу по перформансу португальцев они очень сильно от этого страдают. Венграм проще. У меня есть, кстати, ощущение, почему на самом деле. Ну, как бы не в обиду, но венгерский интернет это такая штука. В целом, немножко особенная. Там я абсолютно полностью уверен, что могут быть соответствующие проблемы. Опять сервер подлагнул. Джаст забрал с пистолета оппонента. Забрал коллаж, да, вражеский? Да, забрал коллаж. Здесь четыре человека у команды Саламандр все еще есть для возможного продолжения атаки. Для возможного продолжения атаки, но на самом деле как будто вот что-то больше от сервера зависит, если честно, чем от действий игроков сейчас. То есть пока сложно. Другая сторона УСО на самом деле не то, чтобы бай на победу здесь. Роман закрывает, кстати говоря, бомбера вообще-то, вот это да. Закрывает бомбера и в большинстве команды СО, но повторюсь, там только пистики. Один из них уже отлетает, это стадода. У стадода так и не получается дальше. Как не хватает этого человека в команде СО сейчас. Роман на планте стоит. А, все, не стоит, раз последний остается. И все зависло. И просто еще виснет. Да, одного забирает, но как справиться с остальными двумя оппонентами в Сухой никак не справится девятый раунд за командой Саламандр. Девятый раунд за командой Саламандр, друзья. Я думаю, все зависло опять. Я думаю, что техническая Паула сейчас будет абсолютно не в курсе, чем это будет решаться. И как, и куда, и зачем, но, да. И далее. У нас игра продолжается. Вау, 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 вау. 9-8, друзья, счет. Саламандры впереди. Новый сервер. На следующие вопросы попробую ответить по очереди. Чат я, вот у меня он завис на паузе и буду выкрутить вниз тогда, чтобы не отвлекаться. Так, экраунд от команды СО, с десятой за Саламандрами, да, у нас получается. Попробуем вернуться в игру, потому что пауза реально была слишком огромная. Я думаю, по португальцам это ударило просто ад вообще. То есть они могут свою карту просто проиграть. Сейчас. Что абсолютно, конечно, никуда не годится, если смотреть чисто статистически. Но реальность наша может быть такова. То есть Саламандры могут просто воспользоваться ситуацией, которые есть. И, кстати говоря, никто за это не осудит, потому что, ну, за что? Все в порядке, им надо выигрывать эту карту. Любой ценой, вне зависимости от проблем. Они просто сами стреляют от этих проблем, от лагов вот этих всех и так далее. Но они прекрасно понимают, что, ребята, нам надо это брать вот к руфизносу. Мы должны, мы обязаны это взять, чтобы побороться на третий. А на третий у Саламандров, кстати, будет гораздо больше шансов, чем на вертиках, которые они играли один раз и проиграли. Байраунд от команды СОА. Без дефискитов, но есть сильные девайсы, обычные сильные девайсы. Давайте так скажу, если проще объясню. Арки. Сбрил здесь флэши, Торзи, по мультивирусу, ответил. Джаст, Стадода, отвечает Стадода, начинает стрелять, что ли. Это вроде как и неплохо. Джаст забирает води, то вот это вот интересная история. Кулево последний на БП-1Се, и скорее всего у него позиция читаем, и умрет Джаст, скорее всего от граната умер. Джаст, в общем-то, как вы понимаете, от гранаты. А вторую армору Кулево есть, калаш в руках, это все, что у него есть. А больше не надо на самом деле, а больше не надо. Надо просто делать вещи. И делать вещи хорошо. Но знаете, как бы пафосные фразы пафосными фразами, но Кулево будет тяжело делать вещи хорошо. По одной простой причине, посмотрите, где бомба лежит. То есть человек сейчас на БП-1Се просто стреляется с оппонентами. Просто стреляется с оппонентами. Он может, правда, выиграть элиминейшем раунд, но он его не выигрывает. Девятый раунд за командой САМ. Так. Дальше идем. Отыграешь в КСАМ, как успехи. Из-за давнейшней травмы спины, еще до того, как я начал комментировать киберспорт, кошачий болельщик тут пришел, видимо, в одну из команд. Но так как это кошачий язык, я надеюсь, вы это слышите, я не уверен. Я не знаю, за кого конкретно моя кошка болеет, но за кого-то из команд. Так вот, отлегся. Из-за травмы спины, соответственно, некоторое еще до комментирования, микромоментные движения рук стали достаточно погаными, я бы сказал. То есть прицельная стрельба у меня совсем плохая. Я с этим так и не смирился, поэтому в шутеры, в целом, сейчас компетити в шутеры играю очень-очень поверхностно. Но при этом мне очень нравится изучать игру, которую я комментирую, или игры, которые я комментирую, над которыми работаю, соответственно, да. И Counter-Strike, как вы понимаете, не исключение. То есть мне нравится шариться по играм. Какая карта? Какие где-чего подсадки есть или нет? Какие углы-неуглы, прострелы, не прострелы, есть или нет? Как поменяли карту, что сделали, где можно стрелять, ну, стоять, не стоять и так далее. Как поменяли пушку, что она стреляет, какой у нее Armor Penetration, какой там Damage Fall-Off параметр на расстоянии, как поменяли Spray Pattern, всякие там рандомные переменные спрея у Дигла, там ввели новый параметр, например, в Counter-Strike, которого вообще раньше не было при полете выстрел Дигла. То есть тупо ввели в игру новый параметр, об этом вряд ли он кто-то скажет, не знаю, возможно, кроме меня. Это не к тому, что я такой классный, а к тому, что я ни у кого это больше не слышал, собственно. То есть всем, скорее всего, как будто бы все равно, я вот копаюсь вот в таких вещах. Вот это мне нравится. Но в CS в целом играю честно слабо. Ну, в смысле, объективно слабо. РМН забирает Бодита. Бодита погибает здесь около тента, под боковым это было сделано, 4 человека остаются у команды Саламандр. Правда, в свое время мы как-то играли с Костей Лениным, когда его наша студия приглашала работать. Он сказал, да ты типа нормально играешь. То есть что-то тут это самое. Но если кому-то ранг мой интересен, у меня какой-то сильвер там. Я в смысле даже не шучу. То есть я ни от кого ничего не скрываю, у меня как бы не за что стыдиться, я знаю свой уровень именно механического исполнения, который никуда не годится, увы. Мутирис, возможно, примет Б здесь. Арки забирает горе. Б мидал. Пока вот не до Мутириса здесь, потому что остальные ребята из команды СО работают, как вы понимаете. Саламандры могут тут еще отлететь. И можно даже закончить этот раунд опять в ноль так-то вообще-то. По-хорошему. Мутирис. Теперь мы до тебя добрались. Видит кусок оппонента через деревяшку простреливает. На Б миду падает флэши. Торзи с Кулио остаются вдвоем. По итогам. Так, и господин Джаст ослепленный полностью вообще ни черта не видел. Флэшка ровно в лицо ему прилетела. Прекрасная флэшка. Под арки тоже флэшка, но он прекрасно понимал, что Молик, наверное, где-то под ним, так что кидает просто туда смок, в надежде, что у него просто получилось это сделать. Понимаете, да, человек с Салферной оглашенного ничего не видит. Падает Торзи, только двоих потеряли ребята из команды со возвращаются на десятый раунд. Карта настолько близка по раундам, что я просто заранее подниму вопрос а тут или больше до 6 и 5, потому что одной команде надо взять 11 и второй. Скорее всего, обе возьмут по еще одному раунду, да. 345 коэффициент от наших коллег от приматча на Саламандр, 1.28 на команду со, соответственно. Пум-пурум. Прум-прум. Двигаемся дальше. Эта раунд от команды Саламандр здесь, флэши погибают, Румен делает свой килл. Эта раунд. Это означает, что держим в уме 11-й точно для СО. Возможно, с потерем, но я не вижу потерь. То есть, никого, возможно, не убьют, да? Нет. Покосали двоих, но никого не забрали. Почему Пчелкин карантин больше всех на этом турике? Это неправда пчела работает так же, как и мы все, на мой личный взгляд, по крайней мере. Но, если вдруг нет, если вдруг нет, хотя я этого не замечал, то он же пчела, ему надо мед делать. Мед это хорошо и здорово. Вот. Надеюсь, на вопрос ответил. Так, у меня тут домашние животные сходят с ума, и надеюсь, все будет в порядке. Надеюсь, вам этого не особо слышно, чтобы не мешало. Багита очень сильно подгорает, очень сильно нервничает, получает жбан от РМНа. Команде Саламандра стоит успокоиться. Вот то, что вы сейчас видели, это какая-то просто паника вообще в голове у человека, который попал на молик, там, где он не должен был на него попадать, и отошел туда, куда не должен был после молика отходить. То есть, полная потеря контроля над ситуацией. Для СО, естественно, вы понимаете, только плюс. Ребята идут на 2-0, уже возвращаются обратно. Понимаете, да, теперь СО успокоились после вот лагов сервера. Понимаете, да, что случилось? По португальцам реально лаги настолько прям бомбанули по рукам, то, что они прям не могли нормально работать. Сервер сейчас сменили, они пытаются возвращать форму обратно. Вообще-то, у них частично получается это сделать. Флэши, правда, не убили, но хотя они в этом раунде, судя по всему. Флэш не убили, никого не убили на планете, остается бомба. Матирис, твой выход родной. Торзе практически мог бы его даже забрать, возможно, в каком-то смысле. Джаста Матирис остается вдвоем, Матирис пытается работать по снайперу. Господи, какие они битые, Саламандра имеется в виду. Три человека битых, один живой. И вот никаких позиций ведь нет у команды СО. И им, наверное, придется отдавать здесь этот раунд. Вот как бы они не хотели. Вот что бы они не хотели сделать? Что бы они не хотели сделать? Скорее всего, здесь, наверное, не получится у ребят. Экзит-фраги может быть какие-то. Или Матирис хочет раздефьюзить бомбу на последних таймах. Ему ведь никто не даст, как я понимаю. Пострелял. Немножко заставил нервничать команду Саламандров. Но они все равно все собрались в угол. Хаешка бы сюда, да. И никто из них не погиб. Ну, выходит, что так. Пока что. Пока что выходит, что так. 11-11. Это у нас тотал больше 26,5. Если вдруг на эту линейку кто-нибудь у наших коллег при матч, например, ставил, могу вас поздравить. Показал бы кэф, потому что становится все интереснее и интереснее. 2-0-1 на 1-75. Саламандр. Команда СО, соответственно. Прямо, однако. Однако, прямо интересно. Так, пока 5 на 5. Ранние тайминги ни у тех, ни у тех особо не работают. Пободиты прошлись, правда. Пободиты прямо нормально здесь прошлись. Но человек живой. Под А андерпассами гуляет команда Саламандр. Все еще живая. Очень агрессирует там, но все еще живая. Бэй-спираль открывается Торзи. Точнее, попытки открыть Торзи. Снайпер палится в итоге у атаки. Морик прилетает на баспираль от команды защиты. Деревяха простреливает с командой защиты. Здесь подсадка обычно бывает, поэтому прострел в деревяхе полностью понятен. Зачем это делать игру команды СО? Кори интересный здесь. Кори может умереть от бокового. Вот тент боковой в атакующей позиции. Падает Бадита от Джаста. Джаста отходит назад. Это Б. Роман начинает поджимать сзади. Ой, чуваки из команды Сламандра. У меня для вас в целом плохие новости, если у Романа все получится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это сейчас... Ой, это какой ад будет. Да какой ад! Никакого ада вообще, РМН. Ничего не смог сделать. Кулев прямо в лицо ему стыляет. На Аплэн бегут ребята из команды Сламандра. А это теперь ад для команды СО на самом деле. Только один человек здесь. Он пытается занять Семент, но он уже не успевает. Он пытается работать без пасмака. Семент. Что-то пушит боковой. Получается у Флэша пушить боковой. А Кори заходит с Арампы, соответственно, Флэш. И не видит человека смог. Кори попадает тупо в жбан, просто пум. Но вторая армана его спасает. Очень наглый игрок команды СО выходит прямо в лицо. Команды Сламандр погибает и все остальные погибают. Здесь СО берут 12-ый раунд в свою пользу. Вот пишут, кстати, по поводу Фора. Вот я отвечал на вопрос. Видите, да? У меня немножко плавает знание. Вот конкретно в линейках типа Фора. Фора это, я зачитаю, это в первую очередь преимущество или проигрыш с нужным отрывом. То есть отрыв, например, в 6 раундов, в 7 раундов, в 8 раундов. А наберет или нет, это, скорее всего, индивидуальный тотал. Вот. Вот человек, кто больше понимает, опять же, в этом и меня поправил, и вам. Я его сейчас зачитал сообщение, чтобы вы все тоже об этом знали, если кому-то было бы интересно. Так. Так. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, Торзия. Ремен забирает 1, с 2-го. С ламандром надо склеиться обратно. Что-то расклеились ящерки. Надо отращивать хвосты обратно. Немного тяжеловато. ТБТов 26,5 пробит, но СОО включаются в игру обратно. Сервера больше не лагают, как говорится. Португальцев теперь ничего не сдерживает. Они возвращают свою блой форму и начинают супер вообще агрессивно играть и очень четко стрелять, блядь. Так, трещалок остается у команды с ламандр, то есть они в меньшинстве боковой, возможно, будут открывать на аплент в какое-то ближайшее время. Боковой защиты, как я понимаю, будет отдавать, но с красного буста А этот боковой закрывается. Выход с бокового арки. Кажется, арки догадываются, что с бокового может быть проход кстати уходит здесь. Ну, я понял, смотрит две позиции. То забирается, смотрит боковой, то спускается, смотрит, соответственно, выход с рампом. Убивает выход с рампом и ментальный, кстати, с трех патронов просто. Пытается попасть по боковому, он был близок. Он был реально близок. Выходит только боковой, здесь это будет кроссфайр для команды СО. Кроссфайр не получается. Грустная какая-то история. Материс пытается просто насквозь простреливать, у арки получается простреливать кулево последний. Есть варианты 12-го, ой, 13-го, прошу прощения, раунда для команды СО. И я вижу, не совсем есть деньги, да, у команды Саламандра, судя по всему. Не совсем есть деньги у команды Саламандра, судя по всему, СО могут брать, может быть, 14-й раунд. Так, по поводу форы вроде пояснили уже и даже... А, как-как, я просто мотаю чат, я не успеваю все делать в 6 рук, как говорится. Даже несколько человек прямо допояснили и прямо супер-супер подробно, да. Так, с Тадодом, мы через. С БМИДом работают, экраунд, наверное, для Саламандра кончится довольно быстро. Убить бы кого-нибудь, никого не получается убить. Торзи последний под Беспралью. Наверное, погибнет в ближайшее время. Наверное, погибнет в ближайшее время. Так, смотрим далее. есть байраунд для команды Саламандр, но СОВ включились обратно. Повторюсь, набрали форму обратно. Команда такая же сильная, какая была в первой половине, первой половине, первой половины. Да, все правильно. Сказал здесь. Бадит, я немножко ПХП получил. Очень, кстати, важный байраунд для команды Саламандр. По факту, самый важный байраунд получается для команды Саламандр на этой карте. Ну, выходит, что так. Выходит, что так. Так, Бадита. Вот этот вот игрок защиты меня, конечно, очень интересует. Тот, который... Что ты там? Это Нолик, да? Это Стадода. Настолько рисковал Стадода, что просто, боже мой, настолько широко, на самом деле, подвыходил там под Андерпассы. Все еще стоит здесь Стадода, все еще опорник Апланта. Он настолько агрессивный, это просто адищи, конечно. Может в любой момент отлететь из-за своих действий, но при этом и может выиграть позицию для команды защиты. Боковой пока не открывает, ребята, из команды Саламандров. Но от Цемент Молик залетает от команды Саламандр. Скорее всего, на Апланте все-таки они будут выходить в ближайшее время. Около двух с половиной трех человек было где-то под Б, надо перетягиваться под А команде защиты. Я думаю, будут перетягиваться почти все, кроме одного на Б. Одного, наверное, надо оставить. Перетягивается еще четвертая игра. Здесь будет четыре игрока, но дело в том, что нету позиции у команды СО. Хаешка есть, да, но что вы с этой хаешкой сделаете? РМН забирает Торзи. Бомба поставлена, время идет на пользу команды Апаки. Здесь уже вся команда защиты. Господи, Стадода делает килл. Как ты вообще это сделал? Где ты голову боди-то нашу? Боже мой. Флэши погибает от Арки. В смысле? Это в сухую сейчас будет. Алло, здравствуйте. Кори. Кори вместе со своим товарищем. Кори забирает Стадода. Отлетает Кулю. Отлетает Кори. Здравствуйте. 15-й раунд просто. Ну, хотя бы бомбу поставили. Есть какие-то деньги? 5000. Да, да, для Т-сайда какие-то деньги есть. Окей. Интересно наше мнение. Мобот там забанил, но я читаю, все в порядке, не переживайте. Мобот агриться на большие сообщения из-за спам-фильтра. Как думаете, почему КТ-сторона начала набирать в последнее время на Вертига? Команды адаптировались и же изменения карты повлияли. КТ-сторона не начала набирать на Вертига. Во-первых, от матчапа к матчапу периодически какие-то команды набирают, но в целом в среднем по больнице 53% за атаку, 47% за защиту среди всех киберспортивных мероприятий, которые включают в себя карту Вертига. Собственно, это все, потому что это официальный маппул. Вот. То есть КТ-сторона не набирает. В данном случае СО просто сильнее. Если что, в данном матчапе с Ламандрой играли только одну карту Вертига и проиграли ее 16-3. То есть то, что вы видите сейчас, то, что СО набирают на половине КТ, это просто потому, что СО играет на половине КТ сейчас. Все. Играли бы они на половине КТ, они бы набирали на половине КТ. То есть просто потому, что, потому что. Леша погибает, Кори погибает. 16-й раунд за командой СО. Здесь 2-0 за португальцами. Они будут проходить далее. Игралии.